Во-первых, должна быть объективная фоторегистрация для того, чтобы можно было мониторировать состояние глазного дна и пациенту объективно показывать, находится он в стадии компенсации, либо в течение года происходит что-то, что говорит о том, что заболевание нестабильное, и на это нужно обратить внимание. Более углубленная диагностика заключается в исследовании микрососудистого русла, и для этого существуют специальные оптические томографы, которые позволяют не просто оценить состояние сетчатки, они позволяют определить даже микрососудистые изменения. На сегодняшний день томографы показывают нам такие изменения, когда даже офтальмолог офтальмоскопически не видит никаких изменений на глазном дне, но сосуды уже имеют аномальное строение. Следующий метод, это более углубленная диагностика, заключается в проведении дополнительных методов исследования с контрастными веществами, которые позволяют выявить ранние участки формирования новообразованных сосудов в зоне воскалиризации. Флюоресцентная ангиография – это очень информативный, очень важный метод диагностического исследования, который должен проводиться пациентам с переходными формами, когда принимается уже решение либо динамический контроль, либо нужно начинать какой-либо метод лазерного лечения, либо инъекционная терапия. И когда вопрос уже стоит о лечении более основательно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok